Приветствую вас. Начать мне хотелось бы с того, что заметить. Давать вам конкретные рекомендации по поводу данной проблемы было бы неэтичным, было бы нарушением профессиональной этики хотя бы просто по тому, что мы не имеем права советовать вам, мы не имеем права рекомендовать вам, мы не имеем права учить вас жизни. Вот объективно, объективно, что мы можем сделать? Мы можем вам показать какие-то аспекты вашей ситуации. Мы можем дать вам возможность лучше понять то, что происходит с вами, с вашим молодым человеком и так далее. Но решение, решение принимает все-таки вас. Я надеюсь, что вы его примете такое, о котором потом не будете зажили. Начнем мы, пожалуй, с того, что скажем следующее. Скажем следующее, оно же, наверное, самое главное. Что ваш молодой человек действительно менялся, и менялся, вообще-то говоря, очень на теле даже неплохо. Я бы сказал, что его поведение, его реакция, его настрой, который он проявляет по отношению к вам, он более чем интересный, более чем такой серьезный, ну опять же, по моему мнению. И я думаю, что именно он, именно мужчина, верит в то, что у вас получится что-то сделать. Проблема здесь, на мой взгляд, кроется несколько в другом. На мой взгляд, проблема кроется в том, что мужчина изначально относится к вам как-то... как-то не так, как-то неправильно, как-то вот, как-то, знаете, слишком характерно. Вот я так скажу, характерно. Видите ли, у вас, наверное, есть достаточно такие серьезные основания быть... Наверное, у вас есть серьезные основания терпеть все вот то, что он делает вам... Серьезные основания терпеть все, что он вам доставляет. То есть, что это значит? Что это за основания такие? Ну, вот возникает вопрос, почему вы терпели его унижение к вам, да? Почему вы терпели его такое вот поведение негативное по отношению к вам? С чем это связано? Что доставляло вас терпеть такое отношение? И вот вы говорите, мужчина поменялся. Мужчина изменился, мужчина стал другим. Как вы говорите. Ну, хорошо. Мужчина стал другим. Вы знаете, почему он стал другим? Вы отдаете себе отсчет, что заставило его быть другим? Имеете ли вы представление о том, откуда, с чего внезапно у него изменилось поведение? И если нет, то вы этого, скорее всего, не понимаете. А если вы чего-то не понимаете, то это уже означает зависимость. У вас нет адекватного оценочного суждения относительно того, что мужчина делает. по отношению к вам. Теперь дальше. Вы говорите. Как, блин, что делать сам? И так далее. Значит, здесь ситуация такова, на мой взгляд. Вы не торопитесь с выводами. Вы не торопитесь ехать к нему. Вы скажите ему о том лучше, что, ну, объективно, сперва нужно сделать что? Сперва нужно все долги завершить. Правильно? Сперва нужно избавиться от всех долгов. Хорошо. Значит, если вы принимаете решение избавиться от всех долгов, то очевидно, что мужчине для этого понадобится время. Для того, чтобы избавиться от долгов. Вот и посмотрите, как он будет это делать. Посмотрите, захочет ли он это делать. Я имею в виду избавляться от долгов. Будет ли он реально предпринимать что-то для того, чтобы избавляться от долгов. Будет ли вы видеть его поступки, которые он вроде как должен делать для того, чтобы осуществлять все то, что нужно. Это вопрос. И это достаточно важный вопрос. И вот если вы увидите, что он действительно делает что-то, если вы увидите, что молодой человек действительно создает ту самую семью, о которой говорит, а вы имеете право ему как бы не верить, потому что он действительно создает ощущение ненадежного человека. Так вот, если вы увидите в его поступках, если вы будете зудить по его поступкам и увидите, что он действительно делает какие-то вещи, если вы увидите, что он действительно осуществляет вот все то, что нужно вам, то тогда уже вам нужно будет принимать решение относительно того, того, слушать ли вам, допустим, своих родителей или нет. И вот решение относительно того, принимать ли вам позицию родителей или нет, принимать решение относительно того, хотите ли вы сделать так, как говорят вам ваши родители или нет, это уже ваше решение, это уже непосредственно ваш выбор. И если вы сами для себя решите этот выбор осуществлять, то принять этот выбор и придерживаться этого выбора, нужно только вам, не прислушиваясь при этом к родителям. Почему? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Дело в том, что ваши родители, они желают безусловно вам добра. Ваши родители желают вам всего самого лучшего. И это понятно. Как любые родители, они хотят, чтобы у вас все было хорошо. Но и вам нужно понять тот факт, что они-то видят счастье со своей точки зрения. Они-то видят счастье так, как оно кажется им, но они не видят его так, как это нужно вам. И они сейчас не могут, что куда более важно, они не могут его увидеть так, как можете это сделать вы. Почему? Потому что они люди своего времени. Они определенные ограничения имеют в силу своих особенностей. И эти особенности, к сожалению, никуда не денутся. Поэтому ориентироваться на них, ориентироваться на то, что они, например, вам говорят, не стоит. А стоит ориентироваться исключительно только лично на свое счастье. Вот если у вас ваше счастье, есть у вас представление о том, чего вы сами для себя хотите, вот к этому вам и нужно стремиться. А родители, ко мнению родителей прислушаться безусловно можно. Но поступить так, как хотите вы, поступить так, как интересно вам. И это будет правильным решением. Это будет весным решением. И именно это, и именно так вам и нужно поступать. Там, с одной стороны, смотреть на слова. Ой, это смотреть не на слова, а на поступки мужчины. С другой стороны, прислушиваться к себе и делать то, что нужно только вам. Это и будет правильным. Это и будет верным. И это будет тем, что вам нужно будет совершать и осуществлять. Это, пожалуй, то, что является без преувеличения ответом на ваш вопрос. Почему? Потому что окончательно принять за вас решение мы не можем. Вы должны это решение принять. Это ваша жизнь. И я думаю, что, надеюсь, что вы с этим согласитесь с тем, что это ваша жизнь. Но, чисто по-человечески, помочь вам, конечно, хотелось бы. Ну, простите. Для того, чтобы вам помочь. Ну, и не чтобы вы сами себе, сами хотели себе помочь. Вот именно так, я и думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что вы примете верное решение. Я надеюсь, что вы примете то решение, которое вас будет устраивать. Я надеюсь, что вы выберете ту модель поведения, которая вас лучше всего, больше всего устроит. Которая принесет вам больше всего. И будете придерживаться ее. Ну, а я желаю вам удачи. Я желаю вам всего доброго. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.